Как выхавать у молодца любого родителя, из которого возрасту необходимо начинать эту работу? Сегодня в Гомеле прошла диалоговая пляцовка, присвященная вопросам молодежной политики. Захученными думками и пропоновами ознайомились наши корреспонденты. Державная молодежная политика в Беларуси существовала завсёдь, но сейчас примушает уносить свои коррективы. По великим рахункам, современная молодь достаточно значительно отразляется от своих родителей, которые у их взрослых даже не догадывались об основании интернета и социальных сеток. Подчас диалоговой пляцовки хочет пропоновать проведение научных исследований в уголении современной молодежной проблематики с использованием сусветных методик. Плюс, больше активно расповсюживать властные напрасывки, при чем начинать работу с молодцем, необходимая шина в ровне молодших классов. Всегда нужно быть в тонусе. Молодежь всегда идет в ногу со временем. Время вокруг нас меняется. Как мы уже говорили, это уже новые технологии. Да и вообще, молодежь всегда смотрит на вещи по-своему и создает что-то новое. А главное, что она хочет создавать. Вопрос в том, чтобы давать молодежи возможность не только реализовывать то, что уже придумали, но и возможность придумать самим, спросить, чего хотят они, потому что часто это приводит к прогрессу. Октябрунок – пионер, комсомолец. У часы Советского Союза и сновала эффективная система выхования молодца. Максима сегодня есть необходимость адаптовать попередний опыт до сучасных реалий с уликами потреб молодых людей. Иншая справа, что далеко не все претенденты на лидерские позиции отповедают необходимым потребованиям. Для того, чтобы разговаривать с молодцем на ее мове, необходимо не только ее разуметь, а и володость с ужасными технологиями. Для того, чтобы работать с молодежью, как мне кажется, нужно говорить с молодежью на одном языке. Я всегда привожу в пример Александра Васильевича Маслякова. Александру Васильевичу уже больше 75 лет, но тем не менее он находит какой-то общий язык с молодежью только потому, что по большому счету он всегда старается идти в ногу со временем. Он завел себе Инстаграм, он как-то так внимательно следит за тем, что происходит в жизни веселых и находчивых. Это позволяет ему достаточно эффективно и хорошо взаимодействовать с теми молодыми командами, которые приходят играть в телевизионный КВН. У держанной молодежной политики Дробизел не бывает. Аказать негативный вплыв на идейно-патриотичное выхование могут разные факторы. Для тех же школьников это мягчимость реализации своих идей, для студентов перспективы працевладкования и карьерного росту. Нельзя сказать, что на Гомельщине мало робится. У якости становчего приклада деятельность Рыжевского военно-патриотичного центра специальной подрыхтовки до призывной молоди «СКИФ». Поветрано-десантная, водолазная и огневая подрыхтовка, штурмовый альпинизм, рукопашный бой – такая работа с молодыми людьми у Беларуси не проводится больше ни где. Специальную премию президента за духовное одрожение можно лишить лепшей оценкой деятельности Центра по патриотичному выхованию. С молодью необходимо прорсовать, причем профессийно. Столько много активных молодых людей, которым не все равно, которые на сегодняшний день в постоянном поиске. Они и к нам приходят в главное управление. Мы постоянно имеем костяк активных молодых людей, которые сегодня учатся и в школах, и в среднеспециальных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, которые работают сегодня на предприятиях, которые постоянно в авангарде, и они всегда с какими-то идеями. Молодежи много, но с ней надо работать. Поэтому, возможно, сегодня пришло время говорить о том, чтобы все-таки должны быть четко определенные, выделенные структуры по работе с молодежью. Это может быть как соцзаказ, это может быть как грант, как угодно. Но сегодня молодежь надо формировать.